Один раз ты дерешься, поймешь, что ты не сахарный и не будешь воевать. Парни, ну что, долгожданный выпуск, который все ждали. Поэтому просто решили сделать красиво, качественно и атмосферно. Меня прям шесть мусоров несут, короче, на руках. Слушаю, что-то прям голосом, я скажу, ребят, ребят, не надо его забирать. У меня башка была пробита, а такой разворачиваешься, вижу, как 11-й и 4-й номер убегал. Ой, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Все, сейчас увидите своими глазами. До матча 6 часов в режиме, можно сказать, нон-стопа, режиме просто максимально ускоренного темпа. В течение 4-х дней готовим масштабное представление, как это, перформанс, хореография. Кому как нравится. В общем, неважно. Решили сегодня использовать в этот раз такую вот бумагу, металлизированную. К сожалению, по всей Москве одного типа бумаги не нашлось, поэтому собирали со всей Москвы, по всем складам. Она вон разная, где-то с голографки, где-то просто, но должно это все создать такой блестящий эффект во время того, когда мы растянем наш перформанс, наш баннер. Поэтому просто решили сделать красиво, качественно и атмосферно. Будет на центральной трибуне у нас будет расположен баннер. Мы впервые будем поднимать баннер на центральной трибуне. И по бокам у нас будут огромные полотна по 150-120 метров на B и на D-трибуне. Там будет написано красивым текстом «Spartak Moscow» «One and only». Чтобы растяжка попала в тон этих модернер, мы саму растяжку обклеиваем также пленкой. Вот это, наверное, самая кропотливая работа, это заниматься такой вот аппликацией. Со времен детского сада, школы там не занимались, но вспомнили молодость. Шесть часов, но мы успеваем. У нас выбора нет, поэтому мы успеем. Надеемся, всем понравится. Продолжаем наш дневник. С нами Максим. Макс, привет! Сегодня постараемся вам в данном выпуске осветить все то, что происходило. Тогда, как люди ходили на футбол, как люди ездили на выезда, чем жили. И вообще, какая была идея, в первую очередь, приходя на стадион, а не думая о том, что по результату команды... Поведаем, поведаем, как надо любить «Спартак». Поехали! Неважно, какая команда, какой состав игроков. У нас в России не умеют играть на удержание счета. Любая команда, какая ни возьми, нам надо только атаковать. Опять же, «Спартаковский футбол» никогда не отличался, как говорится, обороной. Всегда надо идти вперед, надо забивать 5-6 голов, чтобы было совсем спокойно. А наши нет, это сейчас имею в виду паровозов. Сделали 2-0 и достаточно. Мы же знаем, какие паровозы. Мы можем вспомнить игру знаменитую, когда Павличенко сделал хэт-трик, а мы все равно проебали 4-3. Ну, как бы вот этот момент, после чего Павличенко, в принципе, сказал, что ему пора уходить, потому что он забивает, старается, а защита, вля, с голой жопой бегает и пропускает голы. В России что у тебя яркое такое осталось, если возьмем, например, выезда, где нас было меньше, нас ненавидели? Ну, а так вообще, в принципе, как бы это и было. Вот, наверное, такое последнее, самое запоминающее, по-моему, 2008-ое, да? Наверное, последнее выезд в Кавказе, наверное, было восьмое. Вот, когда там последнее такое более-менее трабло, блин, на трибунах, там что-то носатенькие, и что-то хотели, вроде там что-то бегали, блядь, кривлялись. Вот. Ну, листа, наверное, такая вот, прям запоминающаяся, совсем дикие колхознички, блядь, деревенщики. Какой год, начиная с того? Ну, начнем с того, с 98-го, не в первый раз, как бы, ну, тогда там у нас был только трабло, тогда по факту на трибунах, потому что, ну, была эта любимая тема Мусорова, блядь, это такое вот, оцепление, да, там, нас просто держали тупо в оцеплении из какого-то кафе, мы там, типа, дико хорчевались, да, там, и просто валялись, там, купались в какой-то речке вонючке, там, это было там на территории стадиона, да, там, местных мы увидели только на стадионе, но мы помним эту ситуацию, когда там, фан, фан, блядь, ультрас ньюз, да, там наш, когда там фильмонов, когда там вот в процессе драки с мусорами, да, там просто, как бы, вот опять возвращаясь, там, к запрету, хочу выездов, это, наверное, был такой первый момент, когда идет круговая порука, то есть прибегают калмыки, начинают бить там, даже там, ну, тогда там, особо девочки не ездили, потому что, как бы, вот такой табу немножко, начали просто что-то, бам-бам, кого-то побили, блядь, и убежали, а менты, как бы, блядь, бьют нас, ну, и в этот момент, как бы, ну, естественно, начали все драться, в тот момент дрались все, как бы нас там было, может, они, знаете, человек под 200, ну, рубились, блядь, за всю хурму, и, как бы, блядь, нормально им накидали, вот, и в этот момент, там, как бы, прибежали мусора, да, там, ну, подмога им, начали нас дико вязать, там, ну, некоторых людей, там, включая меня, блядь, ну, конечно, дико крепили, просто особенно благодарность, блядь, у меня к нему очень сильная любовь, ну, как бы, одного уже из них нету, а вообще к Андрею Тихону, короче, такая ситуация, меня прям, шесть мусоров несут, короче, на руках, а из-за того, что у них одной трибуны не было, у нас автобусы стояли прямо на территории, стояло три наших автобуса и какой-то, блядь, ОМОНовский, и, как бы, чувствую, прям, голос за моей спиной, ребят, ребят, не надо его, типа, забирать, и меня, короче, как-то от мусорских автобусов резко несут к нашему автобусу, закидывают в автобус и, как бы, типа, типа, все, стой здесь, ну, такой удар по спине, там, типа, все нормально, а я спиной, я даже не понимал, кто-то, говорю, да, 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 у меня башка была пробита, я такой разворачиваюсь, и вижу, как, еще 11 и 4 номер убегает, Тихонов-Цимбаларь, как бы, они вот в этот момент, они там, а потом, как бы, уже это была эта фотография, где Филимона вообще бегает за этими калмыками, которые, там, тоже сбоку что-то прыгали, да, там, лещей им накидывают, это была, как бы, вот, именно мы и команда. Так, парни, ну что, благожданный выпуск, который все ждали, с Морибора выпуска не будет, по некоторым причинам, то есть, мы уже выложили небольшой кусок, края под красивую музыку, да, то есть, как наша трибуна выглядит. Сегодня матч с Ливерпулем, ребята подготовили крутой перформанс, сейчас занимаемся ее раскладкой, вот, на этом стадионе сейчас проходит подготовка к сегодняшнему матчу, ну что, идем дальше, готовимся. Что, друзья, сейчас 45 до матча, как ни странно, но мы все успели, сейчас там последние штришочки буквально делаются, надеемся, что мы не накосячили, у нас все получится, кстати, обратите внимание, теперь я, фото, вот, Серега отправлен в отставку. Да, просто спасибо огромное. Мы просто провели голосовалку, как-то. Да, мы сделали внутреннее голосование, теперь Паук занимается съемкой, вот, а я, наверное, буду сегодня заряжать, да? Да, 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 поменялись просто. Короче, ребят, надеюсь, что я не ударил грязь лицом, блин, конечно, это все шутки. Сейчас идем, пробуем снять вам эту красоту, которая создавалась вот этими, да? Вот этими руками! Ксей, как настроение на игру? Замечательное. Вижу не один, представьте. Ирина Кумакова, красная болельщица нашего замечательного гола. И вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. Бывает, бывает. Но все будет хорошо, мы же вместе, поэтому всегда будем ждать. Сегодня ваш прогноз. Спартак стал чемпионом, все молодые ребята, которые сейчас растут, да, все это видят, тянутся на Спартак, к Спартаку, и вот матч с Локомотивом, блядь. 3-2, и полтрибуны ветром унесло. Ну, начнем с того, что это, да, как бы, ну, так можно там сказать, да, как говорится, времена все одни, да, в тот момент тоже Спартак все время был чемпионом, да, но мы, как бы он там не проигрывали, ну, у нас не было в мыслях кто-то уходить. Этот заряд, который там, который сейчас многим не нравится, да, он на самом деле был придуман из-за того, что так же где-то примерно в 2000-х, вот где-то там, я на трибуне с 94-го, да, вот, получается, где-то примерно до 2000-го года нас там, ну, был там, ну, постепенно, постепенно, да, мы расширялись, но все равно все друг друга знали, что в Москве, что на выездах, да, вот. И вот где-то примерно после 2000-го начал, да, там, народ прилипать. И вот, ну, почему этот был заряд, потому что нас было мало, мы были, как, действительно, семья, и мы понимали четко, что, как бы, пускай даже 5-0. Сейчас многие из них привели, многие не понимают, что это за заряд, наверное. Да, ну, то трибуна покидает, тот, как бы там заряд был один, тот трибуна покидает, я, вися трибуна, ему говорит кто. Вот, в тот момент, да, это было, как бы, вот, это был, как урок, ты почему так себя ведешь, ты должен прийти, ты должен здесь от заката до рассвета сидеть, пока тебя, там, образно, не разрешат идти домой. А ты, как бы, получается, да, у меня, там, потом началось, это, для любимая тема, у меня последняя электричка, там, у меня, там, первая электричка. Я, как бы, таких моментов, я, как бы, дико не понимаю, да, сейчас для всех это, может быть, там, дико обидно, но надо просто знать, почему это, как бы, это было. Если ты пришел сюда, должен быть с командой, ты же не пришел просто, как в театр, там, не знаю, ты можешь понять, там, пришел в кабак, у тебя деньги закончились, если даже футбол перестал смотреть, идешь домой. Это одно, ну, ты же не в кабак пришел, ты пришел на сектор, рви глотку, там, старайся, что ты сюда приехал, вот. Веду, опять же, возвращаясь к тому, что очень много парней пришло, молодежи, я не знаю, там, специально на Фратре есть куча этих сайтов, где поются песни, как это, как эти заряды надо петь, поддерживать, если там, в первый раз пришел, не стой, не молчи, там, не знаю, кто послушал перед тем, как идти на сектор, это, как бы, первое. Там, второе, как бы, ну, очень любимый всеми нами, да, там, Николай Петрович, наверное, давно написал свои книги, да, там, и это был, как девиз многих, да, там, не люби себя в «Спартаке», а люби «Спартак» в себе. Как бы, надо такой степени пропитаться, если ты пришел на сектор, то надо остаться. Постарайтесь, парни, если вы приходите на сектор, там оставаться. И по максимуму пропитайтесь тем духом, что вы фанаты. Если ты едешь уже домой, едешь на цветах, не бойся их отстаивать, бля, ты не сахарный не рассыпешься. Один раз подерешься, бля, поймешь, что ты не сахарный и будешь, бля, воевать дальше. Как бы, вот так вот. Не надо ходить, чтобы вам не орали, вот эти, чтобы потом не сидели во всех интернетах, не писали, бля, какой там Павлик-паук, бля, негодяй и подлец. Потому что Павлик-паук живет этим, и многие этим живут. И поэтому они тебе такое орут. Потому что они здесь будут до конца, и там оставшиеся 15-20 минут глотки рвать. А ты пойдешь, там, не знаю, по хот-догу или по шаурме сожрешь, бля, и будешь, бля, гнобить Спартак. Максон, здорово! Твой прогноз на игру? Слушай, на самом деле, несмотря на всю нашу, как бы, предыдущую историю, предыдущих матчей, я хочу сказать, что это Лига Чемпионов, это раз. Второе, это Лига Бурика. И я думаю, что даже у меня большая мотивация, просто прийти и дать будет. Так же, как Долгой, например, сегодня, допустим, Татакай. И я считаю, что сегодня это самое основное. Потому что, к сожалению, как бы внутренняя какая-то, я не знаю, ситуация в команде, она не оставляет, ну, как бы оставляет, сказать, лучшего. Поэтому надо просто настроиться и выйти и показать максимум. всем, как будто бы то, как будто бы в его Virtua. Вперед, Ватаря! АПЛОДИСМЕНТЫ И ТАЙТЕЙ ВЕРАЗАЦИО! АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Команду! Команду ждем все! ПОДПИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАТИ! С ДОБОЮ МЫ! ПОДПИСМЕНТЫ СПАРТАК WOSCVА! СПАРТАК WOSCVА! СПАРТАК WOSCVА! СПАРТАК МОСКВА Результат, неплохая игра. Все молодцы. И Тёма молодец, Ребров пока не получил травму. И Селиков, Саня достойно вышел. Подержали парня. Молодец, вышел. Ну и сейв в конце. Это вообще огонь. Поэтому красава. Все. Сегодня вот реально команда играла. Молодцы, молодцы. Ладно, ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте. Ставьте дизлайки. Хрен с вами. Мы переобулись. Ставьте дизлайки. Выпуск, наверное, зайдет. Все, парни, всем спасибо. Идем дальше. Кубок, по-моему, 2001. Не помню. Чудные менты нас повезли. Как-то отцепление мимо стадиона. Такая дорога с двух сторон. Жилой сектор. И нас прямо со всех сторон. Это как, не знаю, как в этом фильме Ультра, да, там, посчитаю фильм хер знает какого, 89-го года, что про итальяшка, там, Рома Лайя, там, со всех сторон, просто автобус начинает закидывать камнями, у нас там стекла летят, бля, а их, как бы, толком не видно. Ну, вот пока мы только остановились, как бы, а что, ментов-то не летят, они летят в автобусы. Вот. Нас было сколько? Три автобуса. Вот. И у нас, как бы, наш автобус самый первый, он, как бы, больше всего повредение получил. И все, и какой-то бам, когда мы остановились и начали вот эти, бля, зомби-калмыкии вылезать откуда-то такие, там, кто, бля, с дрынами, кто еще, кто с лопатой. Вот. Ну, короче, так, угарно. Мы начинаем, когда вы выскакиваете на автобус, я один из первых, и прямо водила такой, Макс, Макс, подожди. А, как бы, в тот момент я автобус уже, как бы, ну, организовывал, и, как бы, я, сейчас впереди сидел, самый первый. Ну, как бы, да. Начиная выскакивать, он такой, типа, с мамой, они с говном, Макс, на, бери. Он мне дает такой огромный разводной ключ, бля, для колес, для икара, с котом. И, как бы, еще потом вооружил несколько человек, которые выбегали, он там давал какие-то детали запасные. И мы, как бы, действительно, как бы, ну, благодаря ему, как бы, мы там где-то в какой-то момент сначала отбились, потому что они как-то полезли, вот, со всех сторон, их было действительно очень много, вот. И в какой-то процесс момента мы их что-то раз погнали, два погнали, вот, и на их сторону стал, естественно, их, бля, калмыцкий ОМОН. И это опять мы вернемся к хач-выездам, да, когда, где просто вот эта, блядь, круговая порука, просто, как бы, вот этот весь бойкот придуман для всех вас, ребят, что вы не подумайте, что кто-то чего-то боится. Мы приедем, я там отстаю, да, там, мы где-то отстаем, но вы поймите, что там на Кавказе эти круговые поруки, то, что если где-то что-то, вот сейчас реальный пример, Динамо. Кто-нибудь, вот, все знают, отняли там баннер, там, отняли футболки, там, избили людей, менты в курсе. Хоть один человек, хоть идет какой-то процесс, нет. И поэтому идет разговор, что не дай бог, что-то произойдет со всеми вами, они там друг друга все прикроют. И это все, как бы, закончится тем, чем закончится. Просто вы там получите, хорошо, если по-русски получите, там, лещей, да, там, вас просто побьют. Вот, а как у нас было на Эльбрусе, да, могут и пострелять, могут и порезать. Так что, ребят, давайте не грустите, не огорчайтесь, что вот этих бойкот-скачевыездов все придумано по факту для вас. Вот, ну, а заканчивай калмыками, вот, и, короче, идет процесс, естественно, прибегают менты, и там начинает, у нас просто начинается война, вот эти три автобуса, мы представляем, да, и Карус, они не были там. Человек-сто у вас был? Ну, получается, нет, там, ну, чуть, может, да, сотка. А в тот момент еще такая тема была, в этот день, в этот, получается, апрель месяц, была Пасха. И многие люди, как бы, у нас оказались очень сильно набужен. И в тот момент они, как бы, как они говорят, что они дико держали, вот именно, православный пост, и они не дрались, в этот же момент нельзя драться. Вот, пить нельзя и драться нельзя. Ну, пили как сволочи, вот. Ну, это самая хитовая тема была, это когда один уважаемый человек, как бы, их двое, они как-то побежали за калмыками, и выбегают, так, ну, пробежали от нас, от всех, как бы, ну, метров на, может, 50, на 100. И просто наблюдается картина, такой, ну, огромный-огромный пенек, вокруг него, блядь, 7-8 калмыков сидит вокруг, блядь, литровой бутылки водки. И, как я понял, они просто, как бы, вот это, на десятерых взяли эту бутылку водки и дичайшие, короче, хотят ее попить. О, ну, короче, естественно, да, 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 и, естественно, им дали пизды, отняли эту водку. И, возвращаясь обратно, ввиду того, что у нас город Листа, это шахматная столица, и, короче, навстречу идет такой, ну, видно пожилой такой калмык, блядь, подмышка у него, этот, шахматная коробка. Ну, а, как бы, ввиду того, что все завелись, такие все на адреналине, ну, короче, в общем, была отнята эта доска, угарные вещи, да, там, потом, короче, в процессе драки, все, мы, короче, начинаем заходить в автобус, все, там, довольные, там, мусора, как бы, в чем демоны, очень страшные. В свое время сейчас таких дубинок уже нету, дубинка с железной ручкой, и они что делали, они ее переворачивали, били железной ручкой тебя, не били тебя палком, вот, а били железной ручкой, вот, и вот, короче, в процессе там очень много повреждений было. И, в общем, короче, начинаем садиться в автобус, и тут замечается, что у меня была, бля, моя любимая кожаная куртка, мне ее порвали, а как-то домой надо ехать, как бы, там еще в Калмыкии вроде более-менее тепло, а дома-то, ну, сыро, блядь, что делать нахуй. Я-то немножечко уверенно вижу какого-то гражданина, там, примерно, блядь, своего, там, размера, блядь, ну, и просто, блядь, мы срываемся, ну, типа, а, калмыки вернулись. Начинается процесс драки, ну, короче, у меня появилась куртка. И, опять же, вот это не было, какой-то, знаешь, репрессии потом, как бы, не было, что нас посадили, главное дело, только уезжайте. Так что, парни, любите, как бы, Спартак именно всем сердцем, не вот эти моменты, что у меня последняя электричка, мне надо ехать. Надо, блядь, приезжать сюда на велосипедах, ема, езжайте вы, там, эти 100 километров, по-моему, на велике, это и здоровье, и физкультурка, и все будет у вас хорошо. Как-то так. Продолжение следует...